Привет всем! Сегодня я хочу поговорить о японских именах и фамилиях. На мой взгляд, тема очень важная и интересная, потому что все очень интересно здесь устроено. И начнем мы с самого важного вопроса. Как вообще выглядят японские имена и фамилии? В японском языке фамилия идет первой, а имя вторым. Записывается и то, и другое, как правило, иероглифами. И уже над иероглифами, если это визитка, пишется чтение. Например, Ямада Тецу. Кобаящи Томоку. Если чтений нет, то тогда самое лучшее, что вы можете сделать, это уточнить чтение у обладателя имени. Это абсолютно нормальный вопрос Японии, я его постоянно всем задаю. Если текст, например, эта фамилия встречается в тексте, фамилия и имя, и написано это, ну скажем, на английском, то здесь, скорее всего, имя будет идти первым, фамилия второй. То же самое с русским языком, но бывают исключения. Фамилии очень часто, как имена, состоят из двух иероглифов. Ну вот, Ямада, Кобаящи. Имена тоже Тецу, Томоку. Но бывают фамилии и имена из одного иероглифа. Например, такие фамилии, как Мори, Хаящи. Кстати, обе фамилии означают лес, только Мори – это большой лес, а Хаящи – маленький. Мужские имена – Аюму, Дай. И вот женские имена – Сакура, Ай. Бывает из трех. Например, фамилии – Онодера, Никаидо. Мужские имена, например, Риотаро. Женские имена, например, Канако. На моей памяти самое большое количество знаков фамилии, которые я встречала, это четыре. Кохиру и Маки. Это большая редкость. Я не встречала других фамилий, состоящих из четырех иероглифов, хотя, конечно, подозреваю, что они есть. Имен из четырех иероглифов я пока еще не видела. В чем сложность с японскими фамилиями? Дело в том, что иероглифы имеют больше одного чтения. И по умолчанию оно не закреплено. Вот, например, фамилия, которая считается. Я встречала практически, ну, сейчас, конечно, я не встречала все возможные чтения этой фамилии, но среди моих студентов были, по крайней мере, Кумагай, Кумагая и Куматани. А, да, еще Кумая. Но то, что эти иероглифы могут читаться разными способами, еще не означает, что фамилию можно читать, как голову сбредет. Чтение всегда закреплено, и его всегда нужно узнавать отдельно у обладателя фамилии. Также, что еще более интересно, одно и то же чтение может писаться разными иероглифами. Вот, например, эти все иероглифы – это одна и та же фамилия Сайто. Неплохо, правда? И это не единственный пример. То же самое, например, с фамилией Ватанабы. Очень много разных написаний. Да, бывают фамилии, которые почти всегда читаются и пишутся одинаково. Например, Кимура. Мне не попадалось ни разу, чтобы оно читалось как-то по-другому. Но даже в этом случае нужно быть на чеку, потому что это сочетание иероглифов можно, например, прочитать как Комура. И вполне возможно, что в данном случае это такое вот исключение. Или есть еще одно крайне-крайне редкое написание фамилии Кимура. В Японии вообще очень много фамилий. Куча всяких редких, которые обычно не встречаются. И многие фамилии невозможно правильно прочесть, даже в том случае, если вы знаете иероглифы. Но вы просто никогда не сталкивались с этой фамилией. Поэтому визитки, которые вам всегда протягивают при знакомстве японца, это не блажь. Это способ сразу объяснить не только, как ваша фамилия произносится, но и как она пишется. И очень часто без визитки это никак не определишь. Наиболее часто встречающиеся в Японии фамилии это Но то, что это наиболее часто встречающиеся фамилии, далеко не означает, что подавляющее большинство японцев, с которыми вы можете столкнуться, будут обладателями именно этих фамилий. Если вы думаете, что японские фамилии это сложно, то подождите, мы еще не добрались до японских имен. И вот где у нас бездны ада. Дело в том, что фамилии себе, по крайней мере, обычно не придумывают. Они достаются по наследству. А вот имена запросто. И представьте себе, у вас есть огромное количество иероглифов, которые вы можете использовать в имени своего ребенка. И еще большее количество чтений. Это такой замечательный конструктор, где вы ограничены только вашей фантазией. Конечно, подавляющее большинство японцев не отдают имя своего ребенка полностью на откуп своей фантазии. Есть устоявшиеся имена, но никто не обязывает родителей выбирать именно их. К тому же, можно взять вполне распространенное чтение и подобрать к нему, например, сложные иероглифы. Или наоборот, взять более-менее распространенные иероглифы и подобрать не самое очевидное чтение. Давайте начнем с девочковых имен. Наверное, потому что я сама девочка. Есть мнение, что японские женские имена оканчиваются на ко. Например, тамоко, йоко. И да, одно время это было очень популярно, но сейчас такие имена редкость. Причем выходить из моды они начали где-то в 80-х годах. И поэтому мое поколение это уже не йоку-то-муку. Это уже совсем другие имена. У меня же, если в классе 40 человек, которым по 19-20-21 год, будет хотя бы одна девочка с именем Нако, то мне очень повезло. И то это будет не йоко или томоко, а что-то более редкое. Причина. Такие имена воспринимаются как старомодные. Причем не то, что вот неувядающая классика, а именно бабушкины имена. Даже поэтому сейчас, если вы встречаете женщину, которую зовут с окончанием Нако, то, скорее всего, ей будет, ну, как минимум 40, скорее всего, даже больше 50-60. Закреплено ли за именами какое-то окончание? Ну, это хитро. Скорее, здесь будет иероглиф, который будет чаще использоваться в женских именах и, соответственно, читаться определенным образом. Но многие женские имена могут кончаться на и-послегласные, например, аи, май, аой. Есть имена, которые кончаются на хо, например, ми-хо, ка-хо, на ая. Само по себе ая – это довольно распространенное имя. Есть еще майя. Очень многие кончаются на ми, например, асами, мегуми, аюми, томоми. Есть еще на нами. Но при этом есть мужское имя такуми, и оно практически всегда мужское. Также имена могут кончаться, например, на ри, каори, щиори, на ка, например, юка, эрика, аяка, асука. На э-послегласный, моэ, канаэ, на но, аяно, юмено. Но проще определить по иероглифам женское или мужское имя. Женские имена – это, например, что-то связанное с природой. Например, название дерева, цветка, то это, скорее всего, женское имя. Сакура тоже. Если вообще в имени присутствует что-то связанное с природой, чувствами, то это, скорее всего, женское имя. Но в то же самое время, вот есть, например, Рен – это лотос, и это в основном мужское имя. Мужские имена тоже проще по иероглифам распознать. Они часто включают в себя иероглифы, например, большой, здоровый, муж. Ну, а также всякие иероглифы, обозначающие силу, доблесть, смелость и тому подобное. Чисто мужскими окончаниями я могу назвать, например, ске. Это дайске, кейске, щунске. Чаще всего то. Хирото, ямато, харуто, такуто. Уо, например, кадзуо, тецуо, харуо. Уо, уя, такуя, кадзуя, еще ро, хиро, кентаро, рётаро. Что интересно, ма, щума, такума, и та, кента, хината. Хотя вот хинатами бывают и девочки. Вообще, в Японии довольно много унисексовых имен. Например, юки, харуки, ицуки. Хотя такие есть и чисто женские имена. Вот, например, мисаки. Я не встречала ни одного мальчика по имени мисаки. Или нацуки, мидзуки. Есть и преимущественно мужские. Дайки или тайки. Это однозначно мальчик. Но есть еще, например, такие имена, как що, рё, которые, как правило, создают только из одного иероглифа. Зарезервированы за мальчиками. Но так как под именно это чтение, що, рё, можно подобрать очень много разных иероглифов с самыми разными значениями. И время от времени так называют и девочек. У меня в классе были девочки, которых звали ещё. И, кстати, рё. Рё даже чаще. Но, как я уже сказала, имена можно сделать самостоятельно. И находятся родители, которые этим пользуются. Можно использовать редкие иероглифы, можно использовать редкие чтения. Но есть еще один замечательный инструмент. Можно использовать АТДЖИ. Это возможность придать иероглифам чтение, основываясь на их значении, а не на том чтении, которое за ними исторически закреплено. Так иногда записывают в манге слова, которые, с одной стороны, имеют иероглифы, имеют чисто японское чтение, но при этом их, можно сказать, более круто англицизмами. Есть японское слово ДОКЮСЕЙ, одноклассник. И в манге оно будет отписаться иероглифами, а сверху могут написать КРАСМЕЙТО, то есть КЛАСМЕЙТ. Таким образом, вроде как иероглифы, а вроде как и крутое чтение. Это часто используется в именах. Например, когда стало популярно имя АРИСУ, это японское произношение имени Алиса, его записывали в том числе вот так. Хотя это сочетание иероглифов просто не должно так читаться. Подобные собранные с нуля имена часто критикуются. Для них существуют иронические термины, типа КИРА КИРА НЕЙМУ, сверкающие имена, мол, ты хочешь, чтобы твой ребенок на фоне одноклассников сверкал АКИБРУЛЬЯНТ. ДОКЮ НЕЙМУ, имена, заставляющие сердце биться сильнее, типа ДОКЮ, ДОКЮ. Предполагается, что этим балуются всякие не очень образованные родители, может, даже сомнительные личности, которым хочется просто потешить свое эго. Но истина в том, что очень скоро такие выпендрежные имена становятся популярными и более-менее привычными. Среди моих учениц попадаются девочки, которых зовут Марина. Ну а что? Имя, с одной стороны, очень такое западное, крутое, а с другой стороны, к нему очень легко подобрать иероглифы. В поколении ровесников моей дочки, которой сейчас семь, распространены имена КОКОА, КАКАО. Представляете, дочку называют КАКАО. Или, например, КАННОН, которая вроде как намекает на Бодхисану КАННО, но пишется, как правило, другими иероглифами. Этих имен еще совсем недавно просто не было. Японские христиане умудряются называть детей библейскими именами. У меня в классе, так как я преподаю в христианском университете, встречались мальчики, которых зовут Щион, СИОН, ЭЛЬЯ, ЭРЬЯ, РЕАЛЬНО, САРА, МАРИЯ, ДЕВОЧКИ. И стоит ожидать, что и в дальнейшем имена в Японии будут меняться, будут придумывать новые имена, они будут распространяться всячески. Также до сих пор иногда встречаются имена, написанные слоговыми азбуками. И в основном это женские имена. Например, женское имя может быть написано Катаканой, и, скорее всего, его у Бодальницы около сотни лет. Раньше девочкам давали имена без иероглифов. Иероглиф – это статусная штука. Зачем статусное имя девочки? Сейчас иногда имена девочек записываются только Хироганой. Но это уже не про статус, это как раз когда фантазия родителей уже ломается. Например, у меня есть знакомая, которую зовут Рибон, бантик. И это имя пишется просто Хироганой. Родители не нашли для него подходящего, красивого иероглифа. Что интересно, кстати, вот эта самая Рибон, ей очень нравится свое имя, она его всегда всячески подчеркивала. Я даже помню, у нее на ее самом строгом классическом костюме была маленькая крохотная брошечка с бантиком. То есть дети не против таких имен. Какие мы можем сделать выводы? Япония может похвастаться очень большой вариативностью как имен, так и фамилий. И можно, конечно, выучить какое-то количество наиболее встречающихся фамилий, то же самое касается имен. Но я считаю абсолютно нормально, если вы, встретившись впервые с японцем, проявите особое внимание к его имени и фамилии, расспросите о том, как оно записывается, что значит иероглифы. Потому что в целом это важный момент, и человеку, скорее всего, будет интересно об этом поговорить. А вам, соответственно, будет интересно узнать что-то новое. Спасибо за внимание. Пока-пока. Да, отдельно хочется добавить, что все приведенные написания имен – это только примеры. Их можно записать огромным количеством всяческих способов. Ну и напоследок. Конечно же, мы затронули только самую верхушку айсберга. О японских именах еще можно очень-очень много интересного сказать. И если вам понравился материал, то, пожалуйста, не молчите об этом. Пожалуйста, напишите нам что-нибудь в комментариях, чтобы мы знали, что вам понравилось. Тогда мы сделаем еще роликов по этой теме. Ну и, конечно же, нас очень интересует ваш собственный опыт, поэтому в комментариях пишите, пожалуйста, какие интересные японские имена вам попадались и в жизни, и в художественных произведениях. Заранее спасибо, а также, конечно же, лайк, подписка. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok